Всем привет из Твери! Приобрел вот на озоне такую точилку для ножей и ножниц Baumbzindach ZRT400 Приобрел как замену, наверное, вот такой вот электрической точилки, которую я когда-то много лет назад покупал в Глобусе. В принципе, точит она хорошо, но со временем там внутри произносились точильные камни. Сейчас попробую показать. Вот там какие вот они, какие неровные уже оборозки. И вот этот угол нож уже точит. Вставляешь его туда в точилку, а точит он уже как-то и не очень хорошо. Может, заменить их можно, но непонятно, где их взять. Вот решил попробовать поработать с ручной точилкой. Сейчас посмотрим, что там у нас внутри. Сам не видел. так. Выглядит симпатично. Писали в отзывах, что вроде к ним можно приобрести вот эти вот дополнительные как ее назвать, насадку. Ладно, пока непонятно, как вынимается. Хочу просто проверить, как она точит. Ну, легкая такая вообще штуковина, очень легкая. Вот посмотрим нож. Это трюк обычно в кино покажут, но я уже так взял. На листье бумаги как это получится. да, ну, типа режет. Возьмем другой нож, которому ну, уже точно за 50 лет ну, вот этот, вроде ли, режет получше. И посмотрим, что у нас здесь получится. Здесь что написано? Первое слово я вообще прочитать не могу. Корзе. Медиум это среднее. Ну, я так понимаю, вот это Корзе. Куарзе. Не знаю, как на английском читать, извиняюсь. Это грубая заточка. Медиум это среднее. Ну, и финальное-финальное. Понятно. Ну, среднее, не знаю. Попробуем. Так, непонятно, сколько раз тут проводить. Инструкция. Это вообще у нас на немецком только. Штелинзинь. Ну, понятно. Так. Да, надо, похоже, было ее перевести сначала. Ну, ладно. Кроме впечатления. Ладно. Мне кажется, нож уже наточенный достаточно был. Внутри какие-то белые... Вот здесь вот какие-то белые керамические вставки. Или не керамические, а что-то такое. Ну-ка, что это? Что-то должно быть очень прочно, поскольку, если много ей пользоваться, то не очень быстро сточится, если под обычный точильный камень. Так. Следы остаются вон там черные. Видно? Так. Вон от ножа там остаются черные следы. Сейчас попробуем посветить. Видно? Вон они там. Так. Что у нас? Попробуем. Ну, непонятно. К сожалению, или к счастью, тупых ножей у меня вообще нет. Так. Ставим этот ножик. Попробуем вот этот. Давайте сделаем на грубый. Ну, какой-то выводит угол вроде. Прямо аж... Такое впечатление, что прям с ножа стружка летит. Вот эти кусочки какие-то непонятные. Что у нас после грубой? Ого! Уже после грубой лучше, чем было. Так. Это среднее. Мне кажется, тут совсем немного надо. Посмотрим, что после средней. не прокатит. Ну, нет, не прокатит. Я думаю, волос на лету не разрубит, конечно. Пробуем, что после вот такой. блин, острый. Ну-ка вы посмотрите-ка. Так. Если мы возьмем подальше листок и не будем... О! Слушайте, ну, работает вообще тащилка-то. И вот давайте попробуем сейчас вот этот на грубой, потом Жанну его прогоню и посмотрим. Точно стружка прямо летит с ножа. Прямо как срезает ее. Вон, смотрите, сколько. Чего себе! Так можно и без ножа и остаться, если все время это точить. Но здесь уже, здесь уже, конечно, ничего такого не происходит. Так. Сразу чувствуется очень острый нож. Посмотрим. Так. Возьмем другой листок. Так. А этот? Вот этот получше режет. и надо понимать, что он потоньше, конечно, но с другой стороны не должно быть никакой разницы. Лезвие тут, конечно, уже точенное-переточенное. но пальцем как бритвы он вообще. Тут порезаться можно нифиг делать. А если вот так вот? Так. Возьмем еще один ножик. Вот этот тоже старый. Посмотрим, разлежет ли он так. О! Фигульки. Ну-ка, прогоняйте теперь его здесь. Опять стружка во все стороны. Да. Тут уже, конечно, сопротивление меньше. Уже острый. Проверяем. Помню, что он перед этим вот... не видно здесь. Не разрезал. Посмотрим сейчас. Тут уже не очень-то режет. Так, еще раз. Так, это ножницы. Не туда попал. Кончик, я так понимаю, здесь что-то... Вот этот... Вот, господи, не туда попал. Вот этот кончик, он как-то не очень натачивается. Вот здесь острее. Проверим. Если мы его поставим немножко... Так, разрезал. Тоже не очень. Вот так. В принципе, работает. Так, теперь мне интересуют ножницы. Вот такие ножницы, конечно, здесь не поточишь. Кстати, такие ножницы не очень. Во-первых, их нельзя стянуть, тут забивать приходится. Вот, но для чего-то крупного пойдут. Так, вот такие. Ну, не очень они не режут, честно говоря, и ножницы я вообще не мастер точить. Надо разобраться еще под каким углом. Таким я понимаю. Да? Посмотрим. Так. Ну, блин. Или наоборот. Не, наоборот, не может быть. Слушайте, ну, не чувствую никакого сопротивления, либо я не догоняю тут как их точить. точно здесь ножницы нарисовано? Точно. Так, ну, если я вот так вот ставлю, наклон наклон туда. Да. Да, похоже, что-то у меня не получается. Так, а это, это тоже самое. Другое половинка. Неужели так? если я в эту сторону попробую? Нет, не может быть, в эту сторону не попробуешь. Держать неудобно. Нет, так вообще ерунда получается. Вот на этой, кстати, есть для ножниц вот она. Вот так вот ставишь и тоже точишь только кончик, потому что вот какая-то часть не попадает, но точат здесь. А здесь я не могу разобраться и вообще даже следов точки я не вижу. Ну, не в нож же их ссувать-то, правильно? Хотя кто знает, что получится. Нет, так он с двух сторон точит. Так, нет. что-то с ножницами здесь непонятно. Либо я чего-то не знаю. Такое впечатление, что там железка какая-то обычная стоит. Что это такое? Нет, вроде блестит она как-то там крапинки такие вот наточила похожее. Как же здесь ножницы ложатся. В общем, для ножниц она меня точно не впечатлила. Еще как-то вот это должна вот тут есть для пальцев. может и не вынимается, хотя должна выниматься, потому что запасные продаются эти такие штуковины как они называются. Ладно, ну вот что значит человек. Вот она там крепится. Не сломать бы ее. Ладно, потом разберусь. Ну, ножи точат. Как вынимается, пока непонятно, наверное, надо будет перевести инструкцию, либо какие-то обзоры смотреть. Ну, я вот снимаю такой обзор-не обзор, когда просто покупаешь точилку, без всяких предварительных каких-то ознакомлений и проверяешь, точит она или не точит. Ну, вот с чем столкнулся, что ножницы я вообще не понимаю, как она точит. Она же точит хорошо. Так что думайте сами. На этом заканчиваю. Всем пока.